Всем доброго времени суток! Место Vanguard, и сегодня мы играем в игру под названием Spiegel Eye. Spiegel с немецкого означает зеркало, а Eye тоже с немецкого означает яйцо. Если вы не знаете, как связаны такие вещи, как зеркало и яйцо, то, буду честен, я тоже не знаю, но вроде как это имя нашей героини, которую мы сейчас видим на экране, возникает вопрос. Если наша героиня Eye, то означает ли, что вот-вот из нее что-то вылупится, может быть милый цыпленочек, может быть какой-нибудь инопланетный паразит, никогда не угадаешь. Хотя это звучит как отличный начало для хоррор игры, вроде это всякий не хоррор, но в игре много моментов, которые могут вызвать тревожность, так что нужно подойти к ней с некоторой осторожностью, я думаю. Вот, собственно говоря, вообще игра сделана на Wolf RPG Editor, имеет 5 концовок, я правда не знаю, увидим ли мы все 5 и вообще пройдем ли игру, потому что читал я некоторые отзывы, что она довольно таки непонятная в плане своих загадок, не особо помогает игроку, и в общем может быть ее достаточно сложно пройти, но давайте попытаемся. Главное меню, должен сказать, очень стильно, очень нравится мне, что опции в меню это как бы написаны белком, которые у девушки в руке, очень красиво, ладно, нажмем старт. Здравствуйте, кто ты? Я никто, никто, это правда твое имя? Правда? Прости, простите, леди, я солгал. Не лги мне, скажи мне еще один раз. Блин, не хочу рассказывать ей, как меня зовут. Меня зовут просто Мистер Икс. Мистер Икс? В цирке я, конечно, не выступаю, но все же достаточно тоже уважаемый человек. Да, это действительно я, я не вру. Пожалуйста, не проверяйте название моего профиля в Windows. Да, Мистер Икс. Теперь, Мистер Икс, не говори, твой голос записывают. Погодите, неужели автор ставил в игру ультимативную защиту от летсплееров, и прямо сейчас он слышит все плохое, что я ему сказав про эту игру? Ладно. И не поворачивайся, за тобой наблюдает. Это просто шутка. Может быть. Господин, что-то, что-то сердце не отказало от такого вступления. Я просто нажал старт, и никому зла не желал. Но надо сказать, за креатив автору точно уже можно плюсик поставить. И даже не карандашом. Что же, это здание, где располагается твоя комната. Остальное уже было объяснено тебе нашим директором. Если тебе есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, спроси одного и любого из детей здесь. Я пойду приведу сейчас одного из них. Пожалуйста, подожди здесь минутку. Трафика довольно симпатичная. Мне кажется, мы не часто видим игры в подобном стиле, но... Мне нравится. И, кстати, кажется, я ошибся. Все же похоже на главную экране была не наша героиня. Господи, что это? Так, ну все, все, пора отправлять, собственно, девочку на терапию. Ладно, может быть, это и довольно невинные рисунки. Авангарду лишь выклонить ребенка на терапию отправить. Сначала Амори за его рисунки. Теперь это неизвестные леди. Так, это мы. Ну да, действительно, возможно, возможно... Рыжая девушка... Это... Трудно сказать, кто. Но вообще, опять же, в описании к игре было написано, что мы встретимся с нашим отражением. Вообще, как Дэвид Винземир. Может, это она и есть? Это мое отражение. Ой, господи! Это большое зеркало, не так ли? Ты что делаешь, животное? Я уже готов подавать моральный ущерб, но автор мне предупреждал. Моя тревога уже немножечко пробивает крышу. Ты бы поверил, если бы я сказала тебе, что это зеркало, это звено с другим миром. Ну, связь с другим миром. Конечно, нет, это сказки. Ну, у тебя нет воображения. Возможно, уже ответив так, я направил себя на самую плохую концовку. Ты... Ай, верно. Я слышал так много о тебе. Приятно познакомиться. Я... Фрой? Хотя, скорее, фрау. С немецкого переводится как счастливый. Посмотрим, долго ли удастся остаться счастливой в этом мире ужасов, который соткал для нас автор игры. С этого дня будем жить в одном здании вместе. Поговорю... Расскажу больше деталей позже. Значит, я бы задал не показать тебе твою комнату. А, на самом деле, я оставил ключ от комнаты у них. Тума и я единственные дети, которые сейчас живут здесь. И думал, у Тумы должен быть всё ещё быть. Твой ключ от комнаты. Они... Понятно, как у кого... Этот или это, или это Тума. Они, наверное, сейчас в оранжереи. Она наверху полезет направо. Ну же. Я оставил записки по всем стенам, чтобы ты не потерялась. Таш, не переживай. Это очень мило с твоей стороны. Что-что? Не сюда. Спасибо. Но и не сюда тоже, я знаю. Или всё-таки... Комната Ай. Но она сейчас заперта, к сожалению. Не открывать. Тут даже не дверные ручки. Я такую комнату не использую долгое время, поэтому я могу только выобразить, в каком она состоянии. Не сюда. Так, но ориентируясь в пространстве, конечно, довольно таки плохо. Оу. Эй, Тума. Я сказал тебе, что эти цветы не еда. У каждого своя диета. Кто? Это новая девочка, которая приехала сегодня. Я рассказывал тебе о ней вчера. Я зовут Ай. Она будет жить в том же здании, что и мы. Ай. Как пожелаешь, приятно познакомиться. Тума, ты не могла бы дать мне ключ от комнаты Ай? А. Не говори мне, ты его где-то потеряла? Куда-то пропал, но если на него не скушал вместе с цветами. Вип мы уже проходили такое. А, ну же, где же ты его видел в последний раз? В комнате, где много картин. Так, а то внизу? А, ладно. Ничего не поделаешь. Пойдём найдём его. Проси за всё это. Да, я знаю, Ай, ты только что приехала. Но ты не могла бы мне помочь поискать его вместе. Надо что говорить больше потом, после того, как мы найдём его. В принципе, можно делать это прямо в процессе. Разве нет? Красные яркие розы цветут. Иди сюда. Фрау Тума и какой-то кролик. Опять кролики. Никуда от них не сбежать в подобных играх. Возможно, какое-то обязательное условие. Может, не столь внимательнее прочитать лицензион соглашения для мейкера. Это, конечно, не мейкер, но тем не менее. Может, там где-то указано, что если делаете игру в жанре хор или что-то поблизости, вы просто обязаны оставить хотя бы одного кролика. Иначе вас ожидают крупные санкции. Галерея. Ну, галерея-то мы любим. Да мы любим. Так, ну-то может сохраниться. О, такая милая птичка. Блин, всё очень-то в таком так стильно сделано, я бы сказал. Мне правда нравятся все эти рисуночки. То-сё. Ты ешь иду в эту комнату с картинами? Да. Хорошо, тогда все разделимся и найдём его. Ключ все не скрытся от меня. Здесь его не вижу. Да где же он может быть? Папа унёс его с собой. Ну, а же хай говорит чушь, и займись текущей миссией. Давай продолжим искать. Да господи, иди сюда, я не пойду. Тума, ты что-то только что сказала? А, прости, я должен что-то вообразить. Я должен себе это воображать. Ну, Папа это кукла с немецкого. Несмотря на заявление автора, что игра не хоррор, выглядит, как по мне, очень хоррорно. Тут у нас пять картин, где нарисовано ничто. Я думаю, это можно. Совершил подношение. Так, а в чём отличие картин? Кто-то поймут только настоящие за такие искусственные уверенности, картины можешь продать за несколько миллионов евро. Наверняка надуются ценители. Так, это я. Картина не поворачиваяся ко мне. Нет, это не я. Это картина. Так, не знаю, что это такое. Возможно, кто-то просто накапал маслица, когда делал себе бутербродик с утра. Ну, и в принципе получилось что-то типа искусства. Левая рука девочки. На чёрной. Возможно, это просто чёрная девочка. В этом ничего такого нет. Что не так? Ты хочешь спросить что-нибудь? Что за ключ такой? У него... Ну, так это ручка в виде розы. Я никогда не делал такого ключа раньше, поэтому я подумал, что его будет легко найти. Но это реально очень стильный ключ. С чего это нам такая честь? Что за здание такое? Это раньше был старый особняк, перед тем, как он стал приютом. А это, я так понимаю, пристройка. Главное здание. В главном здании находится директор. Мы давно переехали сюда, потому что главное здание стало слишком переполненным. Тут тоже можно сохраниться. Всё ещё птичка. Привет. Что ты теряешь и то, что ты забываешь, находит себя на другой стороне. А это где? Видишь ли, зеркало оно... Тумас, сейчас не время говорить о твоих книжках с картинками. Мы должны найти этот ключ. Эта девочка явно знает больше. Больше, чем мы все. Слушайте, ну нету никаких ключей. Может диван подвинуть? Блин, придётся мне спать на коврике в углу где-нибудь, я не знаю. Библиотека. Верь застряла. Так, мы его бросили и пошли своей дорогой. Так, это что? Можно тоже в зеркало занырнуть? Может быть там-то наш ключик и находится? Столовая. Здравствуйте. Это здание, я не использую для него времени, поэтому, конечно, тут собралось много пыли. Может уж что-нибудь здесь перекусить? Хлебушек какой-нибудь? Или даже яйцо. Надеюсь, это не будет считаться каннибализмом. Что же, что же, что же. Ключа нет, комнаты нет. У нас ничего нет. Я так понимаю, родителей и семьи у нас тоже нет. Так, нужно верши сообщить, как играть. Спасибо за эту информацию, она действительно довольно-таки ценна. Интересно, я тоже повесил оффрау? Такая предусмотрительная девочка. Что если бы оказалось, что мы не знаем, как ходить? Эм. Вы точно не хоррор? Это не хоррор, это не хоррор, что ты переживаешь. Так, вроде бы на кухне никаких баночек с кетчфом не было, да и с вареницем тоже. Так почему же тут все так загрязнено? А, так это вообще какой-то красный мелок. Вот тут дети вандалы живут. Им предусмотреть крышу над головой. О, господи! Так, а я-то уже и не я. Когда-то жила потерявшаяся девочка. Хотя рождачка понять не имела, где она может быть. Я могу считать это, потому что это написано зеркально. Можно я назад вернусь в свое тело? О, прикольно. Так мы будем как бы с двух сторон одновременно существовать. Что-то кровь куда-то пропала. Она же вроде вела куда-то сюда. Что это, а хочешь чем-то спросить? Кто такая Тума? Тума? Это Тума. Ну это все же тебе нужно знать. Но с ними никогда сучьи не бывает. Блин, Тума непонятно. Трудно переводить. Просишь, прошу, у тебя почка только прибыла. Просто про Туму все говорят зэй, то есть как-то непонятно. Мальчик, эта девочка может как-то иначе идентифицируется. Выглядит вкусно. А это тоже голодна? Конечно. Только приехал. Вот, возьми это. Получили красную розу. Держи это втайне от фрау, хорошо? Так, красная роза это приятно. Если бы я был в другой игре, где есть картинная галерея, я был бы вообще вне себя от радости. Так, ну я хочу на другую сторону. Ну жесть, это конечно все странно. Реконнектиться, да. Картина желтая роза, оранжевые, розы цвета индиго и синие розы. Ну все на месте, не хватает только красной. Тут настолько тьма. Да, вот девочка, изменю. Предложить красную розу? Предлагаю. Красная роза была брошена в картину. И что-то было выплюнуто. Подобрали розовый ключ, отлично. Теперь он должен попасть в нашу комнату. Так, ну красная роза явно прижилась со своими подругами. Теперь прямо как влетая. Так. Центр этой картины, зарисованный, поверх нарисованный черный, черная краска, короче, закрашенная. Похоже, она еще не высохла. Может, можно, наверное, тереть и узнать, что же пытается нас скрыть. Хм, почему мы сохраняемся на белых розах? Есть ли это какое-то объяснение? Так, может быть, нам еще тут немножечко осмотреться. Так, ну тут нас не пускают злые квадраты. Понимаю, понимаю страх перед квадратами тоже. Когда проходили квадратные уравнения, немножечко был напуган сначала. Ну а потом и начал уже решать. Ладно, у меня есть ключ. Можешь поделиться с нашими новыми друзьями. Я надеюсь, с друзьями этой информацией. Хм. Они не очень хотят со мной общаться. Выглядит вкусно. Ну да, мы уже покушали. А, ну да, у нас же есть цветы. Вот почему-то она у красной розы. Ну мы, правда, не стали пользоваться этим угощением, к сожалению. Хотя может, это очень вкусно. Может быть, красный розы на вкус. Не знаю, как малинка там. Так, мы открыли дверь розным ключом. А теперь он призастрял в скважине и не вылезает до какого чёрта. Так, ну вот, слушайте, довольно уютная комната. Если так живут сироты, то как живут в этом мире, живут богатые люди. Страшно представить. Тут и стол, и шкаф. Это больше мебели, чем у меня дома сейчас. Ладно, не буду прибедняться. Так, тут у нас какой-то числовой замок. Нет. Похоже, это неверный номер. Пин. Шкаф. Девочка левша. О, может быть, год, когда было нарисовано это. А, слушайте, а что с девочкой левша? Тоже закрашено чёрной краской. Точнее, не просто девочка левша, а левая рука девочки. Так, ну леди ушли. Не знаю, как они узнали о том, что я уже добыл ключ. Блин, ну закрашено вообще намертво, намертво. Что же мне делать в такой непростой ситуации? Мне нужна помощь, возможно. В принципе, я как-то уже так догадываюсь, что нам делать. Не открывать. Так, тут, ну что, тут мы не были. О принятии решений. Вы можете принять совершенно другой выбор, нежели представленный вам выбор, нажав X. Блин, а я и не знал, я всё время разговаривал с людьми. Однако, от некоторых решений в игре нельзя отказаться. Заперто. Тума. О, какой милый кроличек. Он что, живой? О, ка-дэм, сан. Это краб. Нет, это кролик. Это не краб. Это не краб. Ну, ладно, пускай будет крабом. В принципе, можно ушки кролика почитать за такую одну клешню. Мягенькую. Так, ну пока пасочных вещах нам его не дают. На краба полюбовались. Действительно, отличный кролик. Всем кроликам кролик. И главное, не злой, не агрессивный. Агрессивный, по крайней мере, пока. Слушай, мы тут втроём, что ли, живём? А где фрау? Фрау настолько крута, что её компа свой саундтрек. Уважаю, уважаю. Или это просто граммофон играет. Действительно, проигрывает пластинка. Называется дендрит. Такое кристаллическое образование, как подсказал мне гугл. Возможно, что-то донамекает. Ну, честно говоря, пока традиционно понятно, что ничего не понятно. О, тут может бродить чаепитие. Фарфоровые чайнички, кружечки. Но, к сожалению, одного пить нам не с кем. А одному как-то даже немножко грустновато пить чай. Ладно, пить чай замечательно всегда. Ах, пририсуют ли нас сюда кое-когда-нибудь? Так, ну, возможно, только зеркальный мир сможет нам помочь в этом нелёгком деле. А вот фрау. Библиотека. А, ай, куда ты ушла? Конечно, что я нашла с выключить своей комнаты. А теперь, когда она отперта, ты должна хорошенько на неё взглянуть. Так, ну я взглянул на неё вообще довольно-таки пристально. Может быть, с другой стороны. Будет что-то более понятно. Даже хотя она не заперта, по какой-то причине дверь не открывается. Это очень печально. Ненавижу, когда дверь так со мной поступает. Хм, это маленькая пианинка. Интересная комната, а одна печаль, в ней ничего нет. Опять же дверь не открывается. И опять же нас никуда особо и не пускают. Может быть, что-то в лево-правом крыле. Нет, тут много интересного. Так, шипастая клетка, в ней ключ. Однако шипы слишком мешают, возможно, надо их как-то отстричь. Правая крыла, может, ты ничем-то поможешь. Как скучно. Как скучно, да вроде нормально всё, достаточно так. Отличный золотой стул. Всем вот такой. Так, ну я сейчас как-то осознал, что комнаты-то отражены в другую сторону. То есть, ну что логично, то что зеркальный мир в настоящем-то мире. У нас комната с кружками была в другой стороне. Что же можно сделать? Так, гению мыслей. То есть, не мне, но вообще. И мне тоже пришло сознание, что... Раз всё отражено, то логично, что и картины в галерее тоже все в другом порядке. И поэтому, скорее всего, левая рука девочки, вот она. И получается тогда код 2801, но, скорее всего, раз всё, возможно, отражено, то и код должен быть аппаратным. Это значит 1082. Так, ну это прямо-таки прорыв в мире науки. И в мире разгадывания загадок в RPG и в хоррор играх. Срочно давайте применим это на практике. Вот она, моя комната. Что же хранится в этом шкафу? Что же там такое вкусненькое? Спрятали от нас местные горничные. Нет, не подходит, или... Погодите. Было 281, но если отразить, то может быть не 2, а 5. Там уже такая прямоугольненькая циферка была. Так, я уже забыл, что я хотел. 1085. Другое дело. Белое платье, покрытое пылью. Очень жаль, что с ним так всё случилось. А что у нас тут? Так, ну белое платье, белое платье. Вроде как ничего больше интересного тут у нас и нет. Музыку тоже никакую не поиграешь. Особняк совсем уж сарапевает. Только чувство, будто всё хочет с тобой сначала подраться, прежде чем это сработает. Открывайся ты, глупая дверь. Так, ну ладно, возможно я смогу ей в этом помочь. Кстати, можно узнать, что сейчас ровно час, не знаю, дня, может быть и ночью. Или в любом случае сейчас один час и игра вроде как разделена на 5 часов. Так это было какое-то лингвистическое заболевание? Верно. Ребёнок основной отвечал да или нет из-за этого. Ну это не про нас ли? Кстати, румидим наш портрет. В принципе вообще ничего особо не отвечаем. Но вопрос мы задаём, то есть мы не моя протагонистка. Ну может быть зеркальный мир нас чем-то порадует. А вот этого тут раньше не было. А может наша комната у нас стала обширнее, потому что мы открыли дверь. Так, здесь манекен очень, так скажем, человекоподобный. Кто мог подумать, он ожил. О, какая милая. Оу. А, прости. Опять музыка, которая только сейчас могла бы играть вип. Да что ж такое. Прости, прошу долго время, сих пор, как кто-то приходил снаружи. Кто ты? Как тебя тут может загадочно промолчать? Как тебя зовут? Name? А, типа имя. Имя это то, как тебя... Как-то лучше бы тебя называли бы. Ам... Name. Моё имя... Торс, ты можешь назвать меня Торс. Я на секунду подумал, что она скажет, что она Мистер Икс, как назывался я. Но если встретим Мистер Иксом, будем знать, кто он такой. Как зовут тебя? Можем промолчать. А, а, ай. Ай Олленшпигель. Олленшпигель, это же, кстати, такой достаточно известный персонаж из немецкого, там фольклора, из немецких легенд. Довольно сложный, честно, я буду называть тебя просто Ай. А, точно. Ай, ты можешь прочесть эту книгу? Я не знаю, давайте попробуем. Я могу прочесть это, что написано зеркально. Понятно, так ты тоже не можешь её прочесть. Я хочу иметь возможность её прочитать. Но если это никого, кто умеет читать буквы. Ай, пожалуйста, возьми меня с собой. Но в общем бы и нет, мне есть веселее. Спасибо тебе огромное. Ещё и много радли благодарности. Как ты планируешь ходить вокруг с этой ногой? О, у меня есть идея. Теперь хорошо, забойся о моей ноге. Обязательно принести назад, когда ты закончишь. Знаю. Теперь отправляемся, Ай. Что это за бедную уточку мы лишили ножки? Нет, дело, что это такое. Но если ты сможешь найти что-то, что за неё будет вместо моей ноги, я буду благодарен. Я уж постараюсь это сделать, друг. А, слушайте, тут книги, на которых мы сохранялись, это какие-то истории. Мисс Шлегель изначально суща потеряла её чувство вкуса. О, каратинка, конечно, стремноватая. И чтобы мисс Шлегель не ела, это всегда на вкус было словно песок. Мисс Шлегель помнила ностальгический вкус её любимого министрона. Это такой суп. И до смерти, чтобы она не ела, это всегда было на вкус как министрон. Не так уж и плохо. Не всем понятно, конечно, что она тут скушает. Ну, не совсем очевидно. Из чего сделан этот супчик? Ладно, стоматер-команда. А, давайте ещё немножечко. Уи, если от неё что-то сможешь заменить мою ногу, принеси это мне. Если дешевле меня, тогда сможешь соотечествовать, но эту ногу, она твоя. Хорошо. Блин, третья нога нам тоже не помешала бы, если честно. Так мы были бы в полтора раза быстрее и смелее. О, жирафик. А, жас, если нельзя поговорить. Глазит, повсюду жирафики. Погодите, а чья это комната? Это комната Томы, да? Ой, Тумы. Вот, перее, я забыла имя персонажа. Так, тут слишком великая клетка, чтобы мы смогли в неё попасть. Может, слева. Комната Фрау. Я пупы сияющего света, потому что я пупы. А, ты можешь прочесть эту книгу? Конечно, я могу её прочесть, потому что я пупы. Правда? Пожалуйста, я хочу, чтобы научил меня, как читать её. Ничему за бесплатную я не учу. Даже если это не бесплатно. Я не могу обучить идиота. Идиота. И если ты сияешь мышь мудрости, ты станешь умнее. Идиота тебе излечится. Мышь мудрости. Мыши мудрости съедобны. Их можно есть на ужин. Точнее, их можно есть в забегаловке. А ключ от забегаловки, ну вот стол, в нашем случае, наверное, внутри розы с шипами. Мышку-то за что? Да, конечно, я бы хотел стать умнее, но не ценой жизни другого создания. Так, ну вот это клетка. Может быть, манекену будет не больно прорываться через шипы. Интересно, это тот ключ? Я его достану. Хорошо быть манекеном. Ничто тебе не помеха. Разве что ноги плохо гнутся. Почти забрала его. Дай мне минутку. Ну, такое чувство, будто он зацепился за что-то. Получилось. Вот, держи. Тебя поушиб? Не больно ли? Больно? Не было больно. Я не знаю, как... Ну, коверкать с вами, как она это делает. На ходу не придумывается. Это твое. Мы получили ключ от столовой. Так, погодите-ка. Что такое у нас? Так. Какие-то белые конфетки лежат на земле. Очень вкусно. Взять ли одну? Давайте возьмем. Хуже не будет. По крайней мере, думаю, отли... Они отлично пойдут с мышами мудрости. Так, не открывается, не поддается. Где у нас, может быть, забегаловка? Может быть, это надо ключ передать. Настоящий ай. А, видимо, белая конфета подойдет в качестве оплаты для него. Это белая конфета. Дадите ее мне? Да, конечно. Мне не жалко. Спасибо. Я покажу вам кое-что хорошее взамен. Этот пень здесь. Это сокровищница папы. Есть кое-что особенное, что должен искринуть. Точнее, пупы. К сожалению, не знаю немецкого. Простите, знаю-таки немецкого за то, что так коверкал слова. Так, у нас тут самые разные безделушечки, игрушечки в этом отверстии. О, скетчбук. Тома принесла конфеты. Поняла, что мне не нравятся красные, но белые такие вкусные. Так, это фрау. Надеюсь, нам пригодится. Так, это не столовая, это галерея. Где-то тут же она была, или все-таки... Нет, не тут, господи, как же мне попасть со столовой. Я уже хочу попробовать эту мышечку. А, ну все. Думаю, столовая вообще ясно показала нам себя. Так, дон сажать в библиотеку, но она не открывается. Тут у нас птички живут. Надеюсь, от них никакие характеристики не прибавляются, иначе им тоже не заборовать. Так, и тут у нас, собственно говоря, ничего кроме столовой нет. Ладно, где эта мышка? Пока что-то никто иду на мне предлагает. А, здравствуйте, леди. Ужин скоро будет готов. Ам. А, могу вам помочь с чем-то? Вы знаете, что такая мышь? Мудрость-то. Да, конечно, я знаю, что они такие. Можем мы взять одну. К несчастью, у меня они кончились. Да что ж, везде какие-то препятствия. Что это за слово такое, где мыши мудрости не подают? Буду жаловаться. Понятно. Но вы не могли бы прибыть в более подходящий момент? Вы двое не могли бы кое-что сделать для меня? Сделать? Мистер Анжел, который живет за мной, может, мистер Анг, я бы обещал раньше мне дать мне немного его мыши мудрости. Так, хочу бы вам обеим не пойти принести их вместо меня. И тогда я могу одну из них отдать вам. Мы это сделаем. И я на вас рассчитываю. Так, надеюсь... А, ну да, уж есть бывают контакты с другими жителями, кроме Стра Ангела. Особенно, потому что они имеют не всего лишь кучка лжецов, дьяволы. Кучка лжецов, розык дьявола и этого человека. Ку-ку-ку. Белка с блестящей шорсткой. Надеюсь, я так понимаю, натираю стеклянную туфельку. Очень умная мышь мудрости избита и выпотрошена в мини-строны. Бесполезные грязные мыши были отправлены на злот по избавлению. Какая-то печальная история. Мышь мудрости реально самый угнетаемый, возможно, вид в этом мире. Что-то красненькое. Боборщец. Так, ну и кто из вас будет мистер Ангел? Я буду читать, потому что опять все зеркали. Интересно, что там говорится? Вы кто будете? Какого я сделал с ними жителями? Нам бы хотели поговорить с мистером Ангелом. Конечно, можете найти его наверху. Но раз уж вы с ним выйдете, не можете передать ему сообщение? Скажите ему. Каждый день расписание меняется между жителями, поэтому сегодня ты должен дела делать. Не отлынивай. Я бы это оценил. Также совет. Кроме Ангела, остальные жители — это дьявол и человек. И они все любят лгать. Человек наверху особенно проблематичен. Он будет честен с вами, а тем солжет вам не переводит даже духа. Я бы скорее попробовать свои шансы с дьяволом попытал. По крайней мере, я знаю, что они способны только лгать. Традиционно, похоже, загадка солжет сами нас ожидает. Ладно, наверное, закончим на этом пока что. И на край, конечно, выглядит довольно интересно. По крайней мере, визуально. Надеюсь, вам оно тоже нравится. Так, если нажимаю в контине, что-нибудь страшное произойдет? Нет. Вот. В общем, пишите свои мнения. Как всегда, в таких играх вначале все как-то загадочно, непонятно. Надеюсь, все-таки какие-то нас ожидают, так скажем, твисты, какие-то раскрытия и так далее. Но визуально, конечно, игра вообще очень приятная и стилистически. Загадки тоже вроде пока более-менее разгадываются. Всем спасибо, кто посмотрел. И до встречи. С вами был Авангард. Всем пока.